Добрый день, уважаемые зрители! Проект «Союз онлайн» работает в прямом эфире в студии Ирины Медведева. Вы когда-нибудь видели девушку, которая мечтает стать мамой? Наверняка. Хотя в наши дни это касается не всех. Многие хотят пожить для себя, чтобы были деньги, карьера, свободное время, независимость. Встретить юношу, который хотел бы стать отцом, гораздо труднее. В том смысле, что он, скорее всего, об этом просто не думает. Не то, что не хочет, а просто эта тема вообще не находится в центре его внимания. И когда он встречает свою возлюбленную, вступает в брак в лучшем случае, дети просто сваливаются на него, как снег на голову. Или не сваливаются, потому что им не дают появиться на свет. Мужчина настаивает на аборте. Или рождается один-два ребенка, и на этом супруги решают достаточно. Хотя, если бы мужчина был надежной опорой, женщина, быть может, родила бы и больше. Чтобы как-то изменить ситуацию в лучшую сторону, привлечь внимание общественности к теме отцовства, в 2013 году неравнодушные люди придумали и провели мотопробег отцы России за многодетную семью. В нем приняли участие пятеро мотоциклистов и священник. На маршруте Красноярск, Кемерово, Юрга, Томск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Курган, Челябинск и Екатеринбург они не только производили впечатление внешним видом и способом передвижения, но и активно общались с горожанами, убедительно обосновывая свои идеи. Как это было, увидим в новостном сюжете из архива нашего телеканала. В Екатеринбургском храме Преображения Господня готовятся к встрече мотопробега отцы России за многодетную семью. Православные байкеры из Красноярска прибывают именно сюда, потому что на приходской территории располагается единственная в стране часовня детских душ во имя вифлеемских младенцев, выстроенная в знак покаяния в грехе детоубийства. Здесь же действует отдел милосердия. Мы организовали этот склад как фонд «Вещевой малыш» для детей от месяца рождения и лет до двух. Когда мы стали помогать, женщины перестали бояться рожать. То есть если мы помогаем, материально они не стесняются, не боятся, знают, что помощь всегда опору найдут, и они рожают. Я считаю, что это очень важный фактор. К храму прибывают долгожданные гости. По пути от Красноярска до Екатеринбурга мотоциклисты делали остановки в крупных городах и небольших поселках. Посещали детские дома, больницы, исправительные учреждения, встречались с молодежью, принимали участие в пролайф-акциях. Везде мы говорили на тему «Отцы России за многодетную семью», «Отцы России против абортов», «Отцы России за ответственное отцовство». И как святыня нашего такого импровизированного мотохода – это икона со святыми мощами святых вифлеемских младенцев. Две иконы вифлеемских младенцев – Екатеринбургская и Красноярская – встречаются во время молебна. После общей молитвы к собравшимся обращается Андрей Кочинов, президент клуба сибирских мотоциклистов имени Дмитрия Донского, руководитель всероссийской программы «Святость материнства». Мотопробег «Отцы России за многодетную семью» он называет «Криком мужской души» и говорит о том, как важно именно сейчас восстановить разрушенный институт отцовства и попранное мужское имя, и не ждать, когда кто-то это сделает за нас. На самом деле Россия в который раз, как птица Феникс, может быть и сейчас возродится, встанет с колен. Но на колене мы ее сами ставим, упорно это делаем, ищем все время каких-то врагов на стороне. А на самом деле главными врагами России чаще всего являемся и самими себе, мы сами. Мотопробег – это способ быть услышанными в самых разных слоях общества, завести разговор о жизненно важном, помочь людям всерьез задуматься о самих себе и о судьбе своей страны. Сами участники акции главные решения для себя приняли уже давно, и не только призывают быть ответственными отцами, сами являются таковыми. В семье Андрея Коченова пятеро детей, а у отца Сергея Рыжова их одиннадцать. Девять мальчиков и две девочки в возрасте от трех до семнадцати лет. Полная чаша – это никогда много богатства, много детей. С флагами «Рожай! Страна огромная!» Наше будущее в детях, отцы России за многодетную семью, мотопробег проследовал к храму на крови. Здесь состоялась встреча с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Участники мотопробега вручили владыке бюст своего небесного покровителя, благоверного князя Дмитрия Донского. День рождения святого воина, отца двенадцати детей и благочестивого супруга они планируют сделать общенациональным праздником – Днем Отца. После трехдневного пребывания в Екатеринбурге участники акции отправились в обратный путь. Ехать решили через Казахстан, чтобы поддержать братьев по вере и засвидетельствовать. Не перевелись еще настоящие мужчины на земле русской. Одной из инициатив активистов движения было обращение к президенту России с просьбой установить в нашей стране День Отца. И вот свершилось. Такой праздник в календаре появился. И вчера отмечался впервые. Поздравляем и благодарим всех, кто внес свой вклад в то, чтобы это произошло. Ведь если в общество вернется осознание значения отцов и мужского воспитания, то число счастливых семей увеличится в геометрической прогрессии. И множество малышей будут спасены от абортов и получат жизнь. Однако ребенка нужно и родить, и воспитать. Настоящий отец не только обеспечивает детей финансово, но и регулярно общается с ними. И даже знает и помнит, какое слово было первым в жизни его ребенка. Помню про старшую. Старшая, глядя на лампу и показывая пальчиком, говорила «да-да». Мы решили, что так просыпается религиозное чувство. И первые слова моих детей и внуков, это все они запоминают, 8-8-48, это высота эвереста. Все очень классически, мама, папа. Мы здесь не выделялись. Ну, первое слово у Ванечки, когда я его взял на руки, он меня увидел так уважительно, сказал «ка-а-а-а». Лизка начала тараторить сразу. А у Ванечки, моей самой старшей, у нее первое слово, как ни странно, был «кран». Этот теплый видеоролик создан совместными усилиями журнала «Батя», фонда апостола Андрея Первозванного и издательства «Никея». Еще один вопрос, который был поднят проектом, касается количества детей в семье. Сколько их должно быть? Достаточно одного? Или если ты православный, то обязательно иметь много детей? Я не думаю, что есть какая-то цифра. Но меньше трех всегда скучно. Уже сложно этот вопрос ответить со словом «должно». Мы сейчас ждем четвертого, поэтому, как Господь даст дальше, еще пока неизвестно. Сколько? Столько, насколько согласна жена. Конечно, надо, чтобы больше двух обязательно было. Потому что если два, то не будет увеличения нашей страны, России. Восемнадцать. Восемнадцать? Да разве такое бывает, скажете вы? Насчет восемнадцати не знаю, а вот у святого Дмитрия Донского, небесного покровителя Красноярского мотоклуба, было двенадцать детей. Не сильно отстал от святого, жившего в четырнадцатом веке, и один из участников мотопробега. На момент совершения поездки у претерия Сергия Рыжова было одиннадцать детей. А зачем так много? Для решения демографических проблем? Для радости? Для полноты жизни? Для реализации себя, если говорить в терминах модных сегодня? И чтобы исполнить волю Божию? Настоящий мужчина не только сильный и смелый, но заботливый, любящий свою семью. Ему в радость быть рядом со своими детьми. Пусть и не двадцать четыре часа в сутки, как мама, но все же регулярно с ними быть. Иногда ценность такой возможности осознается в ситуациях критических, самая острая из которых – война. Качался ветер разорной, склонялась вечность надо мной. Деньки, как листья ворошила, отцы покончили с войной, новорожденной тишиной и счастьем. Головы кружила, хотелось петь и танцевать, окошки настежь открывать и звезды целовать. И ветер не воевать, не горевать, над колыбелью ворковать. И жить, и жить на белом свете. И возвращаясь к мотопробегу, который всколыхнул тогда общество и не пропал в туне, хочу еще раз процитировать один из лозунгов, с которым отцы ехали по России – «Рожай, страна огромная». На этом пока все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в эфире.